Эту женщину с нелегкой судьбой зовут Раиса Францевна Радаман. В далекие 40-е годы ее семьи коснулись политические репрессии. Дедушку расстреляли, отца отправили на лесоповал в Казахстан. Членов семьи назвали врагами народа. Воспоминания по сей день причиняют боль, но женщина как тогда, так и сейчас готова мужественно отстаивать правду. Я хочу, чтобы все об этом знали, помнили, никогда это не повторялось. С этой целью мы и хотим все время рассказывать об этом. Потому что многие уже наши родители поуходили, а мы еще дети остались. Пока мы живы, пока мы будем рассказывать об этом. Ах ты, Русь моя, песня новая, задушевная и привольная. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. Поэтесса Анна Ахматова в нескольких строках отразила тяжелую судьбу миллионов советских людей. Их отправляли на исправительные работы, лишали гражданства и даже жизни. Теряли близких и родных, детей, отцов, матерей, старых, взрослых, молодых. Они живы и в памяти моей. Полтора миллиона человек арестованы по политическим обвинениям. Три с половиной сосланы в ссылку по национальному признаку. Семьсот тысяч расстреляны. А в годы войны почти половина солдат была отозвана из рядов армии. Земля моя, я сын твоим берез. Я землю русскую одни друг разберег. Я отдал все, что в рощах золотых. Повек не замолкали соловей. Порядка 800 тысяч свидетелей этих трагических событий ежегодно собираются на памятных встречах, чтобы вспомнить, как это было, и отдать дань уважения жертвам политических репрессий. Эти мероприятия очень значимы для переживших трагедию. В их числе и уже знакомая нам Раиса Радаман. Минута молчания. Маргарита Семенюк, Станислав Крумко. Специально для новостей.